В Испании примерно 700 тысяч пациентов принимают антикоагулянты. Это означает, что в нашей стоматологической практике клиническое ведение пациентов, принимающих антикоагулянты, становится все более значимым. Традиционно клиническое ведение таких пациентов проводилось согласно лечебных инструкций, разработанных на основе препарата Синтром. Мы провели исследование, измерив МНО у пациентов, принимающих антикоагулянты. Препарат Синтром был отменен за 2-3 дня перед стоматологической процедурой и заменен на гепарин. Во время исследования для контроля гемостазы и предотвращения кровотечений пациентам местно применялись транексамовая кислота в жидкой форме. В настоящее время большинство авторов рекомендуют не останавливать применение антикоагулянтов при приведении хирургических вмешательств в полость рта. Нам достаточно контролировать и определять, находится ли МНО пациента в допустимых значениях и проводить минимально агрессивную хирургическую процедуру. И, конечно же, местно применять кровоостанавливающий гель. В этом случае очень эффективен новый гель на основе транексамовой кислоты Кинэкзогель, который применяется в различных ситуациях в стоматологии. Например, при удалении зуба. Он очень эффективен, так как обеспечивает гемостаз и предотвращает кровотечение. Мы провели исследование в двух случаях – у пациентов с нормальной коагуляцией и пациентов, которые применяют антикоагулянты. В обоих случаях мы получили статистически положительные результаты остановки кровотечения в течение 15-30 минут после применения Кинэкзогеля. Например, правильный способ применения Кинэкзогель после удаления зуба заключается в нанесении его локально-поверхностно вокруг альвеолы без введения его внутрь альвеолы. Учитывая его превосходную консистенцию, благодаря тиксотропии он образует исключительную структуру геля – транексамовой кислоты вокруг альвеолы, и, следовательно, он сохраняет сгусток стабильным и длительным в течение приблизительно 30 минут. Что мы делаем при скалировании и выравнивании корневых каналов? Как только возникает кровотечение, мы применяем Кинэкзогель на зубодесновом уровне, в десновой борозде, так как он способствует свертыванию крови и предотвращает кровотечение в этой области. Кроме того, мы также можем пропитать Марлю Кинэкзогель и применять местно, что позволит нам сохранить уровень геля на зубодесновом уровне борозды и избежать кровотечения. По итогам исследования мы можем сказать, что применение кровоостанавливающего геля Кинэкзогель в стоматологии является наиболее эффективным способом для контроля кровотечений в полости рта у любых пациентов. В заключении мы хотим сказать, что Кинэкзогель является продуктом, который даст нам качественный контроль над кровотечениями в стоматологической практике, а наши пациенты смогут почувствовать себя в большей безопасности и обрести душевное спокойствие и, следовательно, мы будем более успешными в нашей повседневной лечебной практике. Продолжение следует...